Удобрения для роз Удобрения изготовлены на основе почвенных бактерий, которые фиксируют на себе почвенный азот, благодаря чему растение, конечно же, получается выращено экологически чистым способом, без использования химических удобрений. Это, конечно же, очень здорово. Причем азовит есть и специализированные, которые разбиты на группы для цветов, для комнатных растений, для огорода, то есть для грядок, для рассады. То есть азовитов на сегодняшний день очень много. Применяется он легко и просто. 5 крышечек на 10 литров воды мы проливаем под каждый куст. Благодаря применению такому удобрению наращиваются новые побеги, стимулируется рост корневой системы, то есть розы будут цвести более обильно и, конечно же, ярче и качественнее. Но и самое главное – это защита от грибковых заболеваний. То есть благодаря тому, что, как я уже сказала, на основе натуральных почвенных бактерий, соответственно, на выходе мы имеем здоровые растения. То есть растение усваивает очень хорошо тот самый азот. Далее очень интересное удобрение вот такого пролонгированного действия, как называется удобрение для лентяев. Чем хорошо такое удобрение? В составе его есть все необходимые питательные вещества. Производитель Пакон. Мне нравится тем, что это удобрение вносится один раз за сезон. То есть это очень здорово. Внесли, питательные вещества будут освобождаться постепенно и питая растения. В своем составе содержатся вещества, которые хорошо растворяются в воде, доступны для растений в хилатной форме. И здесь также содержатся железо и магний. То есть очень важные компоненты для развития и хорошей корневой системы, и, конечно же, обильного цветения. Великолепное удобрение Бонафорте. Оно называется для росы хризантем. В своем составе он содержит янтарную кислоту и магний. Как я уже сказала, это два элемента, которые влияют на качественные и длительные цветения. Интересное удобрение Агрикола. Здесь состав смещен в сторону калия. При использовании такого удобрения растения будут более здоровыми, уходить в зиму. Так как калий, мы уже знаем, способствует тому, чтобы растения укреплялись именно перед зимовкой. Грин Бонф. Тоже мне очень понравилось удобрение. В состав этого удобрения входят такие вещества, как молибден, бор и кобальт. Это тоже крайне необходимые вещества, особенно для вот такого качественного и продолжительного цветения. Причем все вещества находятся в хилатной форме, то есть в легкодоступной форме. Все жидкие удобрения мы можем использовать как для вне корневой, так и для корневой подкормки. Отличное удобрение, которое тоже стоит обратить внимание, любозелено, называется роза и цветы. Здесь тоже состав основных веществ достаточно высокий. Азот, фосфор, калий, все в наличии, все присутствует. И вот этой бутылки вам хватит на весь сезон. То есть оно экономичное удобрение. Три колпачка на 10-литровую лейку. То есть состав веществ здесь полностью сбалансирован. И в то же время очень экономичное и недорогое. Еще один производитель, польский производитель, удобрение называется флоровит. Оно есть в жидкой форме и в гранулах. Причем вот в гранулированное удобрение мне очень нравится. Здесь питательные вещества запаяны в такую специализированную оболочку. Она освобождает питательные вещества в необходимом количестве для растения, в зависимости от температуры и, соответственно, от влажности. Это, в общем-то, уже новые технологии. Ну и, конечно же, последнее удобрение. Это 4 сезона. Оно так и называется. Минеральное удобрение для роз. Здесь все питательные вещества. Азот, фосфор, калий, железо, купрум и цинк. И все это в хилатной форме, в жидком виде. То есть удобно использовать как для корневой, так и вне корневой подкормки. Обратите внимание, когда вы придете в торговую сеть, на все эти удобрения. Они рабочие, качественные. И, в общем-то, в этом году, наверное, были одни из самых покупаемых. Я думаю, мои советы пригодятся, когда вы будете планировать покупки будущего сезона уже. Вспомните мой ролик. Оставайтесь с нами. И всем пока.